Привет, YouTube! Делюсь с вами информацией касательно проращивания зерна. Почему я начала этим заниматься? Потому что зимой мне есть нечего. Конечно же, есть куча овощей и фруктов привозных, но они для меня безвкусные, а чаще всего еще возникают какие-то странные после них ощущения в теле или на коже. И я понимаю, что, наверное, это не очень полезно. Ну и действительно, послушав некоторых диетологов, я поняла, что несезонные овощи – это не так уж и полезно. Потому что это такое возникает в моей голове, как бы обман, что кажется, что я делаю что-то полезное для своего тела. Но оказывается, что никаких там особо витаминов или чего-то полезности там нет. Поэтому я решила, как же можно разнообразить свой рацион. Конечно, я и так очень много злаков употребляю, я их люблю, и их можно проращивать. Во-первых, это очень удивительно, потому что они будут хрустящие и сочные. То есть если проращивать маш, я его больше всего люблю проращивать, а он аж как горошек такой сочный, потому что можно его добавлять на бутерброд просто посыпать, в салат, просто на гарнир какой-то. И это сразу оживляет блюдо, делает его более сочным, свежим, каким-то даже весенним, я бы даже сказала. Поэтому я начала изучать этот вопрос и пробовать, как проращивать зерно. Самое главное, хочу вам сказать, что я не врач и не диетолог, потому обязательно консультируйтесь с тем, кому вы доверяете. Мне кажется вообще, что в этом мире, когда каждый человек, который пользуется какой-то популярностью, говорит о том, что он умеет, знает и понимает, и не всегда это всем подходит. И не всегда человек, который что-то вещает, имеет опыт и квалификацию в том, чтобы рекомендовать это кому-то. Будьте внимательны. В частности, это информация, которую я вам преподношу. Для чего я это делаю? Просто для того, чтобы вдохновить вас, потому что это вкусно и может быть очень интересно и полезно для организма. Но подходит ли это конкретно вам? Нет у вас ли каких-то аллергий? Или просто непереносимость какого-то зерна? Или мало ли что? Пожалуйста, консультируйтесь с врачами. И сейчас очень много есть диетологов, которые профессионалы много лет в этом и разбираются что да как. Потому что есть очень много мифов, связанных с проращиванием зерна. Люди начинают уходить в крайности, есть просто тоннами, думая, что там супер-супер все полезное. Но я привержена из того, что все, что зашкаливает, уже не идет во благо. Потому тут надо понимать, что рацион должен все равно быть разнообразным. И это просто один из моментов, как можно его именно разнообразить и сделать вкуснее, интереснее. Особенно для меня в зимний период. Итак, по поводу зерна. Проращивать можно все зерно и все семечки. То есть все, что может дать росточек, конечно же, прорастает. Единственное, что зависит от качества зерна. Если оно неправильно хранилось, если оно надломано или нарушена его верхняя шкурочка, кожура, то, конечно, оно уже не прорастет, это зерно. Вы можете просто сварить из него, например, кашу. Или обязательно пересмотрите, чтобы оно не было просто повреждено какой-то плесенью, какими-то там букашками. Конечно, такое зерно лучше не использовать. Но даже семечки, на самом деле, вот эти вот маленькие, кунжут, лен. Это все тоже можно прорастить и получить совершенно разные вкусы. Я люблю проращивать больше всего бобовые. Это маш, нут. Хотя в последнее время мне еще понравилась зеленую гречку проращивать. Тоже вот неплохо. Я пробовала и семечки подсолнуха прямо в кожуре, в черненькое. Вот проращивать это тоже очень интересно. Получается, что еще? Рис, конечно же, проращивала. Пшеницу. Пшеница для меня достаточно такая жестковатая. Вот. Потому тут уже вопрос пользы. Что в пророщенном пшенице зерне очень много всяких полезностей. А так это пишут в интернете, рекомендуют врачи. Потому тут, возможно, больше в целях пользы для организма. Но по вкусу, честно, мне не очень пшеница. Потому выбирайте то, что вам подходит. Просто экспериментируйте с этим. Маш вообще бомба, ракета. Мне очень нравится. Причем на разных стадиях. Ну, давайте, наверное, будем потихоньку начинать. Я проращивала в стекле, на тарелочках, в разных посудинах. На самом деле, это не имеет значения. Основное важное, что я для себя выяснила, это промывать зерно постоянно. То есть, после того, как вы его отобрали, вы его замачиваете. Я замачиваю на ночь абсолютно все зерно. Хотя, например, гречка нуждается в замачивании буквально час-полтора, и она уже готова к проращиванию. Маш, нут, им надо постоять ночь, напитаться вот этой вот водой. Потому, в зависимости от того, сколько у вас есть времени, я обычно все делаю на ночь. То есть, я вечером пришла, у меня есть там немножечко времени. Я быстренько все промыла зерно, залила водой, где-то там два пальца сверху. Вот той емкости, в которую я насыпала. И все, оставила на ночь, я забыла. У меня уже тут половина работы сделана, можно сказать. Гречка, как и лен, они слизистые. Они выделяют такую слизистую штуку. Вот, так что обратите на это внимание. Если вам будет казаться, что это испорчено, или что-то, это все нормально. Просто хорошенько промывайте перед тем, как проращивать. Затем, после того, как мы промыли, поставили на ночь, мы видим, что зерно набухло. Уже в таком варианте его можно есть. Оно уже мягкое. Вы можете попробовать, чтобы понимать все стадии. Оно еще не проклюнулось, оно еще не пробудилось. Но уже оно мягенькое, его можно спокойно есть. Единственное, что будьте внимательны, что есть зерна, которые не набухли. Особенно с Машем, это очень такая капостная есть вещь. Они могут быть твердые, то есть не разгоняйтесь, чтобы не испортить себе зубы. Если у вас повсплывали какие-то зерна, те, что повсплывали, смело убирайте. Они не будут прорастать, они испорчены. И вот эти, которые слишком твердые, с ними тоже что-то не так, они были повреждены. И они тоже, конечно же, не прорастут. Будьте внимательны и аккуратны. Что потом? Теперь нам необходимо прорастить. Мы сливаем всю воду, хорошенько промываем зерно и оставляем его в емкости. Желательно, по моим наблюдениям, оставлять в закрытой емкости, в темноте. У меня так лучше всего прорастает. Честно, я нигде в интернете не нашла подтверждение того, что это правильный способ. То есть люди проращивают вообще на открытой воздухе, без каких-то крышечек, без ничего, и у них прорастает. У меня, когда полностью открыто и есть свет, они очень быстро плесневеют и появляются как такая, как мутная, слизистая штука вокруг этих зерен. Почему-то у меня вот так вот происходит. Потому я сразу беру непрозрачную емкость и накрываю крышкой. Все, воду я туда не добавляю. То есть они находятся вот в этой влаге, которая осталась после того, как мы вылили всю ненужную воду, просто в ситечке промыли. Сейчас у меня, вы уже видели, я делала из керамики вот такие вот классные тарелочки. В чем их прелесть? Во-первых, они одна на другую складываются, то есть это экономит пространство. Они непрозрачные, они глиняные, натуральные. Я не покрывала их глазурью, потому они такие как рыхлые. Соответственно, там вот в этой глине рыхлой оно может храниться еще немножко влаги, то есть оно не сразу испаряется. И, конечно же, отверстия в этих тарелочках дают мне возможность не в друшлаг не откидывать эти зерна, чтобы их промывать, а промывать прямо в этих тарелочках. Это вообще просто колоссально удобно. Это я прямо сейчас рекламирую такие эти тарелочки. Если у вас есть возможность где-то пойти в гончарню и сделать для себя, мне безумно удобно. Но если такого нет, то пусть это вас не останавливает. Потому что некоторые люди, знаете, хотят сначала все приготовить, максимально оборудование от всего, чтобы было готово, и только тогда я приступлю к работе. Иногда это когда-то, никогда не наступает. Поэтому попробуйте сделать просто в чашке. Очень красиво смотрится в банке. Банку можно просто завернуть фольгой или какой-то тканью, чтобы было там темненько, как по моему наблюдению, так лучше. Складываем, оставляем. Через сутки у меня уже все зерна проклевываются. Конечно, на разной стадии. Что-то проклевывается быстрее, что-то чуть дольше. Но вот эти вот 1-2 миллиметрика, которые проклюнулись в зернах, считаются безумно полезными. Почему? Потому что в зерне хранится все необходимое для того, чтобы проросло. И сейчас, когда вот прошли эти сутки, и оно открыло зернышко, и пустило маленький росточек, оно пробудилось. Вот это пробужденное зерно считается самым классным, самым полезным. Потому можно использовать его прямо сейчас. Можно прорастить больше. Двое-трое суток уже дается вот такой вот хвостичек. Он тоже сочный, вкусный. Очень часто в азиатской кухне используют такие ростки. И затем следующие этапы, это когда уже превращается в зелень. Вот там момент, конечно, надо будет просто срезать зеленушку, и корешки уже я не ем, например. Вы можете останавливать процесс роста на том моменте, который вам нравится. Я делаю как? Я себя проращиваю. Потом вот с первого дня, когда оно уже немножечко проросло, я начинаю по чуть-чуть брать. То есть я чуть-чуть забрала, промыла, оставила, остальное прорастает на следующий день. На следующий день я уже имею очень больше росточки, то есть другие. Для того, чтобы остановить процесс роста, вам необходимо просто эту емкость с зерном положить в холодильник. Но все равно, даже если в холодильнике промывать, вам надо будет раз в день минимум. Лучше два раза в день. Это хобота. Это надо заморочиться, я не буду скрывать. Но если вы не будете это воспринимать как какой-то напряг, потому что на самом деле 2 секунды взял, дуршлаг откинул, промыл и поставил обратно. И все. То есть это не так сложно, просто главное не забывать об этом. То вы всегда будете иметь вот такой вот под рукой очень сточный ингредиент, который и полезный, и разнообразит ваше блюдо. Достаточно легко и просто все это делается. Мне вкусно, и я надеюсь, что я вдохновила вас попробовать что-нибудь такое. Опять же таки, помните про врачей, консультации. И я слышала такую информацию о том, что зерна, которые проросли больше, чем 3-4 дня, нельзя употреблять. Честно, я не очень понимаю, почему нельзя. Как я уже говорила, в азиатской кухне есть очень много стадий этих пророщенного зерна, которые используются в кухне. Во-вторых, ну и зелень можно использовать, и пророщенное. Ну как бы мы же едим потом петрушку, укроп или там то, что с самого детства. Вот это тоже зерно, которое проросло. В общем, почему я не нашла в интернете объяснение этому. Но такой миф ходит. Возможно, если вы узнаете об этом что-то, вы можете в комментариях со мной поделиться, где искать эту информацию. Потому что пока тот диетолог, с которым я консультировала, сказал, что вообще бомба-ракет это очень хорошая штука. Полезно, очень много витаминов там есть. Не переусердствуй, не ешь прям каждый день ведрами. Но это действительно здорово, потому я надеюсь, что вам это поможет вдохновить вас на проращивание зерна. Ну, чтобы было вам вкусно. Продолжение следует...